Сегодня у нас пойдет речь об орлах, о самых величественных птицах. Я много слышал историй об орлах и каждый раз удивлялся. История, о которой я сегодня вам расскажу, затронет даже самого далекого человека заживое. Орлы – это очень смелые птицы. Они летают высоко в облаках и высматривают добычу с высоты. Когда орлы доживают до 35-40 лет, их когти отрастают до такой длинны, что ими просто нет возможности схватить добычу. Орлины клюв же выгибаются так, что практически невозможно принимать пищу. Ну а гордость орла? Его оперение тяжелеет, становится обвившим и очень густым, так что ему становится трудно летать. Вообщем, птица оказывается в том состоянии, которое фактически не позволяет ему выжить. И именно тогда орлы делают выбор – медленная и мучительная смерть, либо болезненное и очень тяжелое перерождение. Орел улетает себе в гнездо, где располагается глубоко-глубоко в горах. Там он начинает бить клювом об камни, пока последний не разобьется на кусочки. И только представьте, как это больно. Но самое тяжелое еще впереди. Ведь пока клюв постепенно отрастает, птица все это время голодает и впоследствии. Уже с новым клювом она начинает выдирать себе непригодные для охоты когти и начинает ждать, пока отрастут новые. Спустя месяц или два орлы вырывают себе новыми когтями все свои прекрасные перья. И только после этого птица снова может летать, охотиться и добывать себе пропитание. При этом мучительное перерождение продолжается в течение месяцев. Очень сложно представить, какую же боль испытывает это создание. Я думаю, у нас есть чем у них получится. Ведь чтобы изменить себя и начать жить заново, нам нужно пройти через многие препятствия и боль. Но только освободившись от груза прошлого, человек освобождается и идет в будущее. Но все это лишь легенда, которая была описана в одной из глав книги «Парите вместе с орлами», повествующей об обновлении человека. Но никакого научного обоснования эта легенда она не несет. И является просто притчей.